Hello, ребятки! Всем привет, всем привет! С вами Лек Угнин и мы продолжаем прохождение... Прошу прощения, мы начинаем прохождение игры Рейцари Чести Кнайцу Хонор. Ну что ж, данная игрушка представляет собой игру, стратегию в реальном времени, с тактической картой, с боями, ну слава богу, непошаговыми, как, например, в новую Порт Роял 4, которая скоро выйдет, блин, буквально через 7 дней. Возможно, я ее приобрету, но мне ужасно не нравятся пошаговые бои в Порт Роял. Это какой дебил, в общем, мог до этого додуматься. Пошаговые бои в Порт Роял. Три части были нормальные бои, четвертая часть давайте пошаговые. Ну это даун же, ну даун это придумал. Ну да ладно. Музыки нет, потому что она откуда-то здесь пропала, скоро она появится. Игрушка от компании Парадокс очень достаточно интересная. И плюс это игра моего детства. Поэтому давайте, я вам долго рассказывать не буду, больше покажу. Поехали. Одиночная карта, один игрок, ну тут один игрок. Можно, кстати, играть там осады и тому подобное. И мы выходим к новой компании. У нас есть три эпохи. Темные века, средневековье возрождение. Очень даже интересно, где мы можем играть, например, за такую Англию. За такую Англию, да. Или вот за такую Англию, которая только-только формируется. Ну, мы будем играть, начинаем играть в темные века. Высокая сложность. Но вот какая страна? Я думал, либо Литва, либо Москва. Вот почему-то вот Литва мне прям так прельщает. Вот реально прельщает Литва. Я не могу, ну, наверное, просто из-за того, что там исповедуют язычество. Давайте мы начнем захватывать, получается, мы будем, ну, возьмем Москву, захватим Литву для того, чтобы начать исповедовать язычество. Есть такая возможность, чтобы вся моя религия стала языческой. Вот это будет очень интересно. Ну, поехали. Ну, вот и все, вот мы. Жду ваших указаний. Ну, что ж, Больда, это наш с вами, так сказать, господи, как тебя зовут, полководец. Это наша карта. Вот вы можете увидеть. Вот это вот Москва моя. Вот три моих города, да. Я могу вот так даже сделать, ну, более-менее, чтобы я мог двигаться перед, ну, между городами. Городов у меня всего лишь три. Это Москва, Полоцк и Рязань. Больше у меня нету. В каждом из городов, ну, города можно, кстати, посмотреть вот так вот. Провинции. Очень хорошие провинции. Все прям крепостные. Ни хрена себе. В Рязани пять крепостных, потому что построена мастерская и конюшня. Это очень круто. При этом я могу построить сразу же таверну. И это будет дополнительно еще крепостные. Как давно я не играл в эту игрушку. Как она меня прельщает и так далее. Ну, на плюс один получается. Сколько у тебя будет тут крепостные? Плюс один крепостные в городе. Ну, получается, жалко. Подожди. В городе? Да, это плюс один в городе. Окей. В Москве. Нам тоже. Ну, в Москве вообще ничего нет. Давайте сначала строим таверну. После будем строить уже защитные места. И здесь ничего нет. Но зато мои города, видите, хороши тем, что у них большое количество ресурсов. Можно прям неплохо так зарабатывать этими ресурсами. Для чего нужны ресурсы? Ресурсы нужны для торговли. Кстати, у нас минус 4 монет. Мудрейший из монархов и его августейшая семья. Всего лишь один Андрюха. Да, не очень, конечно. С нетерпением, жду ваши приказания. На тренажку, хотя бы на тренажку. Давай, торгуй. Девятка у меня сейчас куда, десятка. Все, красота. Так, самое ужасное, я не вижу свою камеру, но я вижу, что она работает. Но я не вижу свой предпросмотр. Это прям жалко. Я записываю совсем другой к этой программке, так как ОБСК не берет эту игру, она никак не может взять. Вебкам я бы еще бы взял, ну ладно. Так, следующее. Рязань. В Рязани у нас в скором времени уже построится. Да, я говорил, для чего нужны наши, так сказать, эти, как их быстро зовут, так? Ресурсы. Ресурсы нужны для преимущества державы. Преимущества державы, господин. Вот. Если я, например, ну, начну производить кожу, либо покупать воск, соль и лошади, то я получу севооборот, который мне даст урожай плюс один. И каждое зернохранилище в городе будет дополнительно еще, а, просто в городе будет дополнительно плюс еще 100 единиц пищи. Продовольствие очень важно, так как благодаря продовольствию наша армия... Еда может гулять. То есть... Наконец-то! Нормальная еда! Она может гулять. Мы пополняем запасы из городских амбаров. Плюс, когда происходит осада нашего города, эти запасы, получается, тратятся для поддержания защитников. И как только они закончатся... Строительство закончено, господин. Как только закончатся, получается, вот эти вот все товары, то все. То есть ресурсы, то все. Начнутся небоевые потери, в конце концов, город падет. Поэтому иногда очень удобно, например, нападать на город, когда у него очень мало припасов. Это вот прям вообще очень важный момент. Хорошо. Конечно, не самый удачный и самое удачное начало карты. Вот прям вообще, честно, я вам скажу, не очень удачная приязнь, кстати, у нас с Литвой. Я хотел с ней воевать, а у нас с ней приязнь. Почему не самое удачное? Во-первых, у нас три города без дополнительных ресурсов. И плюс отсутствует, кстати, большое количество ресурсов. Ну, хотя бы там доход. То есть у нас нет дохода. Это, конечно, не очень хорошо. Давайте посмотрим на нашу Рязань. В нашей Рязани я могу построить сборщик налогов. Золото во всех деревнях. Но самая проблема, у меня всего лишь одна деревня. Одна. То есть один и все. Больше рядом с Рязанью ничего нет. Жалко, что такая игрушка не предназначена для WASD. А если есть вот эти, как сказать, ну, то есть, получается, стрелочки. Видите, как это резко, резко, как бы сказать, вот так вот перемещать хоть как-то, но более приятно глазу. Хорошо. Так, что означают вот эти вот элементы? Это население. Население пополняется со временем. Чем выше город, тем больше населения. Из населения нанимаются рабочие. Не рабочие, а из населения нанимаются солдаты в основном. Тоже очень важный момент. Если у вас нет, например, населения, то вы не сможете нанимать солдат, если дело не сможете сражаться. То же самое и, получается, в Полоцке. Строительные работы закончены, господин. Да, то же самое и в Полоцке. В деревне в Полоцке всего лишь одно. Строительные работы закончены, господин. В Москве тоже. Капец. А, нет, в Москве две. Ну, хочешь, хоть две. Ну, вот, знаете, минимум три, я бы еще подумал. А так вот, понимаете, у меня здесь пять единиц религии. Пять. Вопрос нахрена, мне так много. Я не знаю. Ранжировка держав, государь. Политический обзор. Так, давайте-ка Новгород. Туда я нажал. Политический обзор. Нажав, получается, на аудиенции. То есть, на Новгород я могу попросить аудиенции. Так, предложить торговый договор. Хорошо, мы с ними сразу же начали торговать. Казань пока трогать не буду. Киев тоже надо предложить торговый договор. Смотрите, как хорошо идет. Обычно торговые договора вначале очень-очень сложно получить, так как ребята просто против. Вот, то же самое с Византией неплохо. То есть, по сути, считается, тем больше страна, ну, как я считал, то тем лучше у нее торговый договор. И дрить, мадрить, как мне везет. Ну, Берберия, вот Кордовы еще более-менее, может быть. Так, смотри-ка. А, Англия маленькая. Так, смотри, будем торговать за морем. Будем торговать за морем. Так, с Новгородом мы торгуем, значит, я не трогаю с Польшей. Потому что, если посмотреть на отношения, да, то, например, Новгород... А, нет, смотрите-ка, они более-менее. То есть, вот, чем более зеленее, тем лучше. Чем менее зеленее, тем хуже. То есть, вот, если взять Москву, да, то... О, мы с Казани в состоянии войны. Ты его чё? Мирный договор. Мир. Если бы вы согласились с этим... Ты чё, охренел? Пошел в жопу, жирный придурок. Еще Казань. Прям этот... Бадл тупая. Ладненько. Так. Господин, выходим из замка. Отправишься? Возвращаемся в замок. Точнее, в Рязань, да. Потому что Рязань, смотри, как хорошо у меня развивается. Прям вообще красота. Это хороший город, он пограничный. Здесь есть Тамбов, Уфа, Ярославль и, конечно же, сама Казань. Казань очень хороший город, я смотрю. Можете заметить, видите, у него здесь есть... Это шахта. Господи, тут две деревни. Две деревни. Это круто. Владимир уже пошел тогда. Ооо, в Архангельске есть стены. Это да, это Твени Хухры и Мухры Карелия. Потом Оланец и вот это Тверь. А нет, вот так, вот, вот, вот Тверь. Очень интересно, вот Тверь и Москва. То есть, как сказать, всегда два конкурирующих города. Мне очень нравилось и нравилось то, что в Рыцарях Чести всегда было следующее. Развитие города было прям вообще превосходным. Даже развитие деревень. Видите, сейчас у меня здесь часовня, типа, ну, деревянная. Как только я буду развивать свой город, они станут каменными, а в дальнейшем и кирпичными. Ну, там, черепицы и так далее. Наш солдат ходит. Он может нанимать. Мы можем нанимать, например, каких-нибудь там, вот, рязанских отрядов. То есть, например, да, крестьян. Мы не будем платить за них никакую плату аренды. То есть, не будет военных, там, типа, содержаний и тому подобное. Поэтому можно это делать. Как сказать, тоже не очень удобно. Какие рязанские отряды? Наверное, самый лучший это дружинники. Цех Кольчук и Кузница. Благодаря этому мы можем создать очень хороших дружинников, то есть, хорошие войска. В Москве тоже самое. И, по-моему, в Полоцке мы можем кого-то особенного нанимать. Нет, в Полоцке тоже. Московские отряды это бояре. Я, кстати, пытался работать с ними, но, короче, они как-то не очень. Их как-то прям вообще убивают достаточно быстро. Даже если, например, я могу прокачать своему полководцу какой-нибудь там навык на кавалерию. Даже так. Вот. Так, чтобы получить... А, сверхдержад. Да, кстати, вот силу державы очень приятно получать, когда маленькое государство. Например, если бы я взял Англию. Да, вот сейчас мы до нее долетим. Она у меня здесь вот. Вот Курляндия. То есть, тоже очень хороший город. Пруссия. Я все эти города захватывал. В свое время я захватывал все. Вся Европа была моей. Окей. Как только я захватил все, игра закончилась. Так, это Свеоланд. Это у нас... Да, да. Это Дания, Норвегия. Ну, Швеция. И вот. Вот Англия. Вот. Англия реально шикарный город. Но ей не повезло. У нее очень много просто тупых фермерских хозяйств. Хотя есть раз деревня, два деревня, три деревни и порт. Порт, конечно, тоже очень классно. Ну, вот так вот. Жду ваших указаний. Так, я коплю сейчас денежки на... Вот. На торговца, чтобы я смог дополнительно торговать. У меня же есть несколько торговых договоров. И благодаря этим торговым договорам я смогу торговать. Кстати, дайте-ка я... Настройки. Да, немножко звук прибавлю. В музыке, как бы, пускай будет. Музыка здесь очень хорошая, то есть прям вообще. Так, пару секунд. Я отвлекусь, пока у нас там копятся деньги, денежки. И все. Такс. Быстрого-быстрого все это уберут, чтобы это не раздражало. Превосходит. 986 монет ЗТ и Ватикан. Пока-пока. Наша с вами самая главная цель, это, конечно же, просто тупое развитие. То есть, ну, накопление денег. Вот, все, замечательно. Тысяча монет есть. Я к вашим услугам, господин. И пою. Ой, я же говорил, Византии. 21 монета. 21 монета с Византией. Хлобыся сразу 35. То есть, то, что вот мне и нужно. Сейчас будем копить еще на одного рыцаря и так далее. Первоначально все рыцари, которые здесь находятся, то есть всего лишь раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять рыцарей мы можем иметь только у себя в этом при дворе. Это не очень удобно, потому что в свое время, как только у вас будет вся Европа, то есть, вся карта мира. Политический обзор. Сказать, вот эта вся карта, это все ваше. Как только это все будет у вас, то есть, будет у вас, вам вот этих девяти рыцарей, то у нас тут тупо не будет хватать. Один рыцарь будет здесь, другой будет здесь, другой здесь, другой здесь, другой здесь, другой здесь. Где-нибудь здесь восстание, например, в Хорватии, да, в будущем. И нужно будет с этим разобраться. Тоже очень, конечно, неудобно. Господин. Пока ничего не строю, нету смысла. По-моему, кстати, с церквей я смогу собирать золото только при преимуществе державы. Преимущество державы, господин. Так, укрепит веру, посетители будут приходить совершенно трепетно и их благочестие уйдутся против прежнего. Так, это тайный орден, великое завоевание. Ну, это да, просвещение мне не очень. Вот урбанизация, вот это важный элемент. Самая проблема, это пряности. Пряности нужно покупать. Пряности мы доставляем из-за моря. То есть для этого нужен там какой-то порт, короче, специальный. Только тогда я смогу добыть вот эти вот пряности. Мясо, одежда, воск, лен. Ну, как сказать, вот это все я могу добыть уже. Для чего это нужно? Урбанизация помогает мне крепостными. То есть если у меня уровень первого города, по третий будет плюс один крепостной, плюс два для четвертых, шестных и плюс три для городов семь, девять. И самое ясное дело, самое большое, 10-12 для большого. Желкую путь. Обнаружение знаменитого, что даст вам доступ к прежде неведомым драгоценным товарам. Ну да. Крепость, постройка неприступной крепости позволит вашим ходам чувствовать себя более защищенными. Во время осадной защиты город будет надежно 30%. Тоже очень-очень удобно. Кстати, по-моему, когда я нахожусь, да, в ранжировке держат, ничего не происходит. Мудрейший из монарков и его августейшая семья. Вот это что значит заявить о своих правах. То есть я вот, типа, заявляю о своих правах, типа, кто меня, там, ну, типа, видите, это против меня. Есть кто будет за. То есть если хоть кто-то будет за меня за, то я могу закончить игру тем, что я просто стал титулом всей Европы. То есть монархом всей Европы. То есть просто заявил свои права, и меня все поддержали. Возможно, это нужно какие-то суперкрутые отношения делать. То есть тоже такой момент важный. Так, это что у нас? Показы географического названия? А, да, это обязательно, да. Можно так, можно так. Можно убрать человечков. Это мне не очень важно. Политический обзор. Политический обзор. Прямо вообще так классно, конечно, озвучили в свое время. Ну, наконец, я только-только думал про Андрюху, чтобы женился. Позвольте представить вам монархию семью. У нас жена Кристина. Очень хорошо. Давайте, пожалуйста. Кстати. Я к вашим услугам, господин. Политический обзор. Ненависть. О, сука. Су-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Че я натворил? Вы поняли? Я, короче, из-за того, что я заявил о своих правах, меня все начали ненавидеть, и я по... Охренеть, вот это я дебилоид. Я совсем забыл про эти права. И про то, что если я... Ну, меня никто не... Что вам угодно, государь. Да нет, все нормально. И то, что я, если не смогу... Ну, заявите свои права, то мне объявят войну. Мне как бы было похер раньше, когда я об этом не знал. А тут вот, блин, капец. Киев проигрывает войну Хазаре, контрибуции. Политический обзор. Ни хрена себе Хазаре просто так взяла нахрен и отхапала себе две государства. Да, я согласен. Мне сейчас, мне торговые... Кстати, я на Таврию подчинила себе. Ни хрена себе Хазаре. Ну-ка, давай-ка торговый договор. Жалко ты не хочешь. Окей. Ладно, посмотрим. Может быть, все-таки ты потом как-то сможешь там, ну, посмотреть на это все. Я к вашим услугам. Хорошо, Рязани. Я просто не хочу... Нет смысла нанимать, например, обычных крестьян, если я могу нанять меченосов. Ну, просто пока что у меня нет денег на все это. Что еще показать, пока я коплю деньги, да, и так далее, развитие? Ну, в основном, я говорю, развитие вот в городах, конечно, идет вот таким вот образом. Я могу построить все... Нет, я не могу построить все. Вот, например, вот эти вот элементы я должен строить очень часто. Чаще всего. Вот рынок золота в городе и золото во всех деревнях тоже, знаете, вот такой момент. Если у тебя одна деревня плюс одно золото, ну, фигово. То есть он не окупается. Вот пекарня еще более-менее, но вот это все. А вот это все нужно. То есть лен снасти, два золота в прибрежной деревне. Где я найду прибрежную деревню? Вы что, но при этом я могу ее построить. Винодельня в Аскобоне тоже очень важно. Здесь я могу построить, получается, вот виноградник, церковь и льняное поле. А также, ну, пасеку, чтобы было добывать все ресурсы. Здесь обязательно нужна казарма для того, чтобы я мог нанимать себе солдат. Так, поехали. С нетерпением жду ваших приказаний, господин. Политический обзор. Че, может, этот мир, придурок? Наши дворянцы рвятся в бае, мы не потерпим. Ты тоже, что ли? И ты тоже. Господин, вражеские войска продвигаются вглубь нашей территории. Рязань, да? Пять. Ну, хоть так вот. Слава богу, в Рязани есть дозорная башня. То есть, они, смотрите, они, ну... То есть, он пытается сейчас меня захватить. Ясное дело, я буду сражаться. И в конце концов, я смогу победить. Потому что на моем... Как его? За мной здесь есть дружинники. Очень сильное войско, то есть, которое будет... А это, кстати, по-моему, да, это сам хан. Представляете, это сам хан. Куда? Ох ты, падла. А вот в Москве... Я не шиша. То есть, чтобы построить... Сколько она стоит? 300 монет стоит. У меня даже денег нет. Мне нужно в каждой построить. Сколько тебе здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Семь нанять не могу. О, началось. Начались эти звуки битвы. Разграбляя мои владения, да, вот мои владения, они пытаются разграбить, они будут получать, ясное дело, деньги. То есть, в конце концов, когда он только вот разграбит все это, это все, то он получит какое-то количество денег. Разграбляя, конечно, очень долго. То есть, ну, на этом можно реально сыграть. И никаких проблем не будет. Ну, все равно, конечно, не хотелось бы, чтобы меня грабили, да. Поэтому я вот жду пока, получается, я найму еще двух крестьян и пойду сражаться. То есть, я попробую заводавить его просто тупым числом. По-другому никак. Мне очень прельщает, что я получаю 36 золотых, хоть как-то, какой-то колесо-соску. Если я смогу убить или захватить в, блин, вражеского полковца Эмия, то есть, это Эхан, Эмир, то это будет очень плохо. Получается, вот еще один, успею ли я? Неизвестно. Ну, когда вот примерно здесь будет, я тогда это. Скорее всего, нет, потому что... Ну, как, знаете как? Вот, вот видите, чел бежит, вот когда он дойдет, а, нет. Ну, короче, вы поняли. То есть, в какой-то момент все равно я буду получать свои ресурсы. Но я, получается, тупо не успею. Кстати, после грабежа они всегда стоят в какое-то время на месте. Они обычно отдыхают. Обычно отдыхают. И, как бы сказать, это вот удобно. На этом их можно словить. Ну, хотя, смотрите, вроде бы я смогу нанять крестьян. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Я точно не успею защитить монастырь. Но, по крайней мере, я смогу... Да, господин, как пожелаете. Смогу, по крайней мере, хотя бы напасть на него, пока он стоит. Видите? Он стоит, и я такой халобы сейчас такой. О, вы смотрите-ка. А я успел. Такс. Блин. Мы проиграли сражение, господин. Короче, как надо было сделать. Мне нужно было за мной. Слово драться и слово забыть. Это две разные вещи. Две разные вещи. Можно попробовать так, чтобы он, например, на меня в замке напал, да? Ага, ну, ясное дело, все. Жду ваших указаний. За славой! В атаку! То есть мне нужно нажать за мной. Враг расположился здесь. Битв происходит в таком плане. Здесь мы дадим бой неприятен. Очень плохо, но у нас нету... Крестьяне не имеют никакого боевого порядка. Это факт. То есть максимум плотный строй может сделать. Чтобы они все тут этот... Более-менее плотным строй постоянно, чтобы хоть как-то защищались. Так, кстати, тоже. Они стоят. Хорошо. Я могу попытаться взять их силы. Выступаем! Не силы, а количества. Могу сделать так, чтобы они пошли. Ну, то есть побежали. Тоже, что важно. Господин, наши войска пали душно. Занимаем позицию! Занимаем позицию! Выступаем! Шагом марш! Рыцарь вот этим очень-очень сильный. Если убить, конечно, полководца, будет все очень... Хорошо. Для меня и кого, для, например, другого. Полководца, то есть такое. Так точно. Вроде бы чуть-чуть... Хорошая и местная. Вперед! Я обычно лучниками спрошу. Так, да, то есть, смотрите, я могу попробовать. Так точно. Просто по количеству взять. Так точно. Получается, так идет. Они идут медленно. То есть, давайте попробуем сначала вот эти вот отряды разбить. Выступаем! Ой! Да куда? Прошу прощения, сейчас. Господин, наши войска фали духу. Клинки к бою! Клинки к бою! За мной! Отличная позиция! Хорошее место! За мной! Раздавим их! Атаку! Отличная позиция! Бой, конечно, здесь вообще шикарный. Назад! Атаку! Назад! Большой проблем. Видите, они задержали. То есть, это, конечно, очень. Выступаем! Одене! А иногда... Хорошее место! Они могут их взять далеко. Я уже потерял одного рыцаря. То есть, мне бы как-то вот пытаться... Ой! Атаку! Клинки к бою! Отряд! Стой! Раз, два! Отряд! Стой! Раз, два! Выступаем! Займаем позицию! Хорошее место! Вперед! За мной! За мной! Мне нельзя, чтобы я потерял своих рыцарей. Победе! Атаку! Атаку! То есть, мне нельзя, чтобы я потерял своего полководца. Конечно, перво, на большей степени рыцари... Спасайся, кто может! Я не хочу умирать! Вообще. Почему? А, они сбежали, наверное, из-за того, что это... Это мне очень плохо, что... Нет от этого хорошего боевого духа. Вперед! Атаку! Со мной! Пощады! Пощады! Что пощады? Пощады! Стой! Со мной! Атаку! Вперед! Вперед! Выступаем! Все пропало! Выступаем! Спасайся, кто может! Со мной! С меня довольно! Серьезно? Все пропало! Бросай оружие! Короче, меня... Убили! Так, все, отступаем. Наш полководец бежит с поля боя! Беги, беги! Ничего страшного. Как говорится, главное, чтобы вы все выжили. Все. Максимум всех восполнили. Ну... Восполнили. Получается, наймем. Сейчас у него очень мало осталось солдат. У него 132 из 280. Но я остался жив. И это очень важно. Что? Все, да. Пошел в жопу. Как говорится, мы строим казармы и нанимаем мечников. Мечники это уже будут как раз те... Те солдаты, то есть те войска, которые просто тупо будут им противостоять. Обычно я к этому и стремился. Просто у меня было маленькое количество ресурсов. Все, замечательно. Москва более-менее, спасибо, защищена. Следующее, что мы должны построить, это либо сборщика, либо мастерскую. Ну, мастерскую я всегда строю, чтобы можно было построить, например, те же самые вот эти вот здания. То есть это очень важно. Дополнительный один крепостной. Это хоть какое-то количество, но все же количество ресурсов и так далее. Здесь, наверное, тоже нужно строить дозорку. Ну, пока не могу сказать, будет она или нет. Все, хорошо. Можно, кстати, вот всех крестьян отправить, например, на защиту. Вот так вот. Город, то есть они теперь будут и в городе в самом. То есть я, например, буду куда-нибудь уйти, там, ну, в Москву сходить или что-то еще посмотреть, да, а потом уже, получается, город будет защищен вот этими вот крестьянами и плюс еще дополнительно будут дружинники, которые находятся в дозорной башне. Это, кстати, очень важно. Так, ну, вроде бы, король Грузии, Георг Павлов. Политический обзор. Ну, вот так вот. Главное, чтобы Хазария мне... Так. Главное, чтобы Хазария мне не объявил войну, потому что будет большая жопа, если это произойдет. Всякие там сообщества делают... Господи, не туда нажал. Делают всякие там сообщения. По поводу разрушенной деревни. Разрушенная деревня или монастырь, в конце концов, все же она вернется. То есть, через какое-то время она восстановится. То есть, люди туда як... Ну, типа, типа, типа вернутся. И все будет хорошо. Насколько это правда... Ну, то есть, я вам сразу... Так будет просто чуть позже. Но, пока вот эта деревня разрушена, я получаю на одну единицу или на пару... Армия врага пересекла нашу границу. Войны, блин. Капец. Вы задолбались своими войнами, если честно. Давай, давай, атакуй Рязань. Атакуй Рязань, и я тебя нахрен убью. Ну, он не хочет. То есть, у него уже 350 солдат. То есть, у него максимум вот эта замена. То есть, мне, по сути, его нужно ждать только вот в городе. Я смогу победить только в городе. Больше не. Мне, конечно, не очень нравится этот вот... Боев район с грабежей, усталость от войны. Я, блин, чё, хотел, что ли, воевать? Я просто позабыл, что эти дебилы воюют. Возрадуемся. В королевской семье родился ребенок. Принцесса. Тоже неплохо. Ну, вот, хотя бы династия уже потихоньку меняет. Как-то держит. Всё, хорошо. Так, давайте-ка ещё парочку. Ага. Парочку найму этих... Крестьян, чтобы я был... В деле. Ну, чё скажешь? Чё не лезешь? В Москву? Серьёзно? Я к вашим услугам. Пошёл, пошёл. Все к воротам. Возвращаемся в замок. Здание возведено. То есть, вот он на автомате пошёл на город. То есть, он может же напасть, а может и не напасть. Так. Собирайте войска, господин. Наш... Перед вами наша цитадель. Да. Это мужичьё получит по два метра земли на каждого. Это эти лучники. Наш полководец расположил свои войска здесь. Это мои... Солдаты, дружинники. Так точно! Отряд, стой! Раз, два! Так, быстренько убираю всех крестьян. Получается, идёте сюда. Отряд, стой! Раз, два! Со мной! Не успел установиться полководец, либо я его просто сам не установил, но вот всё же. Атаку! Встали кровь! Клинки к бою! Хорошее место! Отличная позиция! За оружию! Бой! Пронимаем позицию! За руку! Расставим их! В атаку! Так, и полководец должен быть... Вперёд! А вот эти вот городские дружинки могут даже вот этот вот отражение, представляете? Клинки к бою! Кагом марш! Ну, пожалуйста, пожалуйста, просто завалите... Клинки к бою! Так... Кагом марш! Всё, поймали? Отлично! Потихоньку, потому что тут они реально бегут! И вот, смотри, видите, они почти в силу от... Ну, один отряд, в силу от полководца. Один отряд... Они не бегут с поля белья. Никогда! Господин! Выступательный удар! Выступательный удар! Им не оправдан! В победе! Клинки к бою! Увидимся! Давайте, давайте, всё! Сопчите их землю! Клинки к бою! Хорошее место в победе! Я бы прям вообще... Ну чё-то, я бы таких дружинников брал бы себе в бой! Ну, а это... Тут, по-моему, где-то, на самом деле, на самом деле? Клинки к бою! Так точно! Есть, нет? Мы взяли пленок командира! Е-бой! Вот к этому я и стремился! Их командира! Мы взяли их... Короля! Плен! Говоришь меня... Ты сейчас посмотри! Кому ты служишь! Не можешь себе позволить! Пока... Вот у меня пока... Оставь, Надежда! Никто не собирается платить за тебя вы... Эти... Эти голоса! Услышите эти голоса! Оставь! Жду ваших указаний! Замечательно! А теперь смотрим вот на это вот самые интересные моменты! Это... Позрадуемся! В королевской семье... Две прородился ребёнок! Принцессы? Я не против! Ну, конечно, надо бы не принцессы, а принцессы, потому что мне нужен наследие, но пока это... Смотрите, ребята! Это у нас с вами так называемые... Получается, навыки наших солдат! Очень даже... Очень-очень важно их иметь, потому что они будут очень... Ну, помогать нам в битве! Самое лучшее первоначально, это брать, конечно же, тактик! Преимущества так нет, не тактик, а вот! Вот, стратег! Увеличение скорости передвижения всей армии! Я оправдаю ваши ожидания! Конечно, 10% не сильно виден, но когда будет полтинь... Его Величество и августейшая семья! Как только рождаются мои дети, они, конечно же, находятся в младенческом возрасте, поэтому проблем нет! Андрей, он у нас в летах! Вот это, конечно, очень плохо, что он в летах, потому что он может погибнуть в скором времени! Напомню, а не, подождите, в летах это именно мой возраст! Хотя нет, не мой уж, там, 30-30 с лишним лет! Вот, и если он погибнет без наследника, без принца, принцессы не могут быть наследниками трона, то мой полководец станет принцем! Вот такой момент! Оставь надежду! Никто не собирается платить за тебя выкуп! Политический обзор! Армия врага пересекла нашу границу! Привет! А вот это уже посерьезнее! Это уже серьезно, если честно! Мои дружинники не успели восстановиться! Они реально не успели восстановиться! Давайте-ка пока! А, я не этих нету! А здесь, видите, уже мечники! Я вижу мечников! Вижу несколько лучников! То есть здесь уже посерьезнее отряд! Это принц Нассар! Принц Нассар! Если тебе мир предложу, придурок! Мир, мир! Ага, в жопу пошел! Что им клятву вассалу преподносить? Ну, то есть они бывают просто ходят туда-сюда, они что не делают! Тоже, как сказать, не очень приятно! Так, следующее, дайте посмотрим по поводу... Политический обзор! Так, следующее, приязнь! Так, Киев, может мы успокоимся? Нет, не согласен! Надо будет очень внимательно читать, иначе иногда можно реально клятву вассалу принести, потому что не знаете! Так, отлично! Нанимаем еще одного торговца! Всегда к вашим услугам! Это будет выгодное дело, господин! Ну да, получается, Польша! Все, замечательно! Теперь у нас сейчас будет 54 монеты должно быть... Да, все, 54 монеты пошло! Все, красотень, что? Британия предлагает... Да, согласен! Почему бы и нет? Так, здесь у нас все крестьяне спокойно себя чувствуют! Давайте я вот сюда перекину пару крестьян! Честно, всех трех, да? И пойдемте мы пограбим! Да, господин! Выходим из замка! А получается, ближайшие... Это место воняет! Факелы! Легите все, что не сумеете унести! Это классно! Это место воняет! Факелы! Капец просто! Сказану так сказану! 507! Блин! Где кузница? Так, это кузница топоров! Мне нужна... Вот, обычная кузница! Тысяча монет стоит! Тысяча монет! Вот такие вот дела! Где, конечно, они смогли найти более сильных воинов? Меня это очень волнует! Как только мы заходим на территорию другого... Ну, получается, государства, другого города... Я могу видеть вот этот вот момент... Возрадуемся! В королевской семье родился ребенок! Вот, например, Воронеж, да? То есть, здесь все находятся в восстании... То есть, вот эти вот значки обозначают, что они в восстании... У них, правда... Ну, все они находятся в восстании, но, скорее всего, в основном из-за религии. То есть, из-за того, что Хазария — это языческая страна... Они находятся вот в таком моменте. Я могу, конечно, садить Тамбов, то есть, например, да, там... Подержать его, там, подобное... Вот Уфа — вот очень хороший город, я так понимаю, и Казань тоже достаточно. Ну, хотя Казань... Что-то там происходит с ней. Даже разграбляя, я получаю навыки... Могу получить навыки. Если я не разграблю деревню, да, до того, как за мной придут, то все, будет жопа. То есть, либо меня он победит, потому что у него реально войска сильнее, чем мои, либо произойдет что-то другое. Давайте мы найдем еще одну торговцу, получается. Я к вашим услугам, господин. Кордова, блин. А с Кордовой я торгую, торгую. Мешок с золотом. Какое приятное время. Так, надо, короче, искать этот... Политический обзор. Новых торговых представителей. А, да, мирный договор. Предложить торговый договор. Нет, да, не хочет. Мир. Предложить. Не хочет. Ну-ка, Болгария. Замечательно. Мешок с золотом. Кое приятное время. Я очень хорошо попал на Болгарию. То есть, видите, как бы сказать, пока я... Мы получили дипломатическое послание. Власти за это довольны нашими действиями. Ну, хорошо. Давай торговый договор. Не хочешь, да? Окей. А может, хотел я же, не успел увидеть. 76 монет. Давайте мы сейчас, получается, сражаем, сражаем. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько я получу монет с разграбления деревни. Пока, вроде бы, ни один из полководцев не успевает ко мне подойти. Есть, кстати, специальный навык на увеличение и ускорение разграбления деревни. Что тоже очень важно получить. Чтобы есть, например, ну, качаться вот на этом уровне. То можно на этом уровне играть. Так, замечательно. Здесь строится. Почему не строится кузница? Потому что я пока не хочу строить кузницу, потому что я хочу увеличиться ее державой. 1750 монет. Да, ну нахрен я не буду это ждать. Поехали, кузница. Вам пришло дипломатическое послание. Я, господи, доволен нашими действиями. И торговый договор? Наверное. Оставь надежду. Никто не собирается платить за тебя. Продолжить плейник этим самым у нас будет, ну, как сказать, улучшены взаимоотношения. Ну, как бы сказать, не стоит ли, конечно, вообще сражаться с... Ну, пятьсот монет и... 587 и... 65 и... 300 монет и получил. Окей. И чуть-чуть опыта. Проучим этих мерзавцев. Бегом грабить дополнительный город. Такс, поехали. Торговый договор. Мешок с золотом. Какое приятное бремя. Кордово, Зетта, Новгород, Швеция, Алжир. Может быть, есть какие-то... Политический обзор. Ну-ка, Франция. Уи и торговый. На это не хочет, да? Такс, Кордово. Ну-ка, Зената хочет. Хорошо. Я к вашим услугам, господин. Ну, семерка тоже. Вам пришло дипломатическое послание, господин. Власти Бургундии. Аудиенция предложить торговый договор. Отлично. Всегда к вашим услугам. Зената Алжир, Болгария. Я к вашим услугам, господин. Я даже не знаю. Ну, давайте Алжир торговать. Все, замечательно. Да, господин. Все, вот так я могу спокойно грабить, грабить, грабить. Да, и в конце концов получу большое количество денег. Главное, чтобы меня не убили в этот момент. Или на меня там кто-нибудь не напал. Во, вот так вот. Видите, какое-нибудь большое количество солдат. Господин. Так, все, мы отступаем. Домой. Господин, я могу уволить. Я к вашему услугам указываю вернуться замок. Я могу уволить, например, любого, какого, как зовут-то, господи. Рыцаря, если он, например, не надо, не нужен или что-то еще. Так, что же здесь построить-то? Зернохранилищ. Ну, зернохранилищ, конечно, тоже очень важно. Золото во всех деревнях. Минус три к уровню настроения в провинции. Ну, блин, деревень-то не так много. Вот, по-моему, Полоцк только вот можно. Вот в Полоцке можно построить. В Полоцке можно построить сборщик налогов. Рынок, рынок, рынок. Рынок не знаю. Ну, надо, кстати, поднакопить денежек. Давайте в Москве я построю... Конюшни мне дают два... Конюшни мне дадут два крепостных корня. Это тоже круто. Ну, тоже так себе. Так, здесь... Мастерская, что ли, или как? Мастерская, ну, тоже мастерские тоже важны. Хрен пойми, вот пока на первых порах. Вначале мне нужна нормальная армия. Как бы давайте вот исходить из этого. Мне нужна армия. И сейчас я буду повышать свою силу державы. Мне нужно увеличить ее, чтобы я получил бонус за торговлю. С помощью силы державы. Потому что благодаря силе державы я буду намного сильнее. Это набожность вашего народа, господин. Собака сутулая. Я забыл. Я забыл, что... Господин, вражеские войска продвигаются вглубь вашей территории. Нету языческой религии. Это ваши книги. Это ваше золото, господин. Он пошел на Рязани. Ну, оно непонятно. Как бы, я так думаю, попытается ее захватить, да? Ну, попытается. Ясно, дело у него это не получится. Прошло достаточно много времени. Вы увеличили силу своей державы, господин. То есть, он не сможет ее взять. То есть, как бы сказать, у меня намного больше сил. Я могу просто тупо завалить числом. Хотя даже иногда качество очень сильно реальное. Например, там есть феодальные рыцари. Это будет жопа для меня. Враг осаждает один из наших городов. Перед вами наша цитадель. У меня выбора нет. Я постараюсь опять... Это мужичье получит по два метра земли на каждого. Как бы копеечки, да, это тащит. Наш полководец расположил свои войска здесь. Вот этих вот пацанов нужно обязательно убрать назад. Шагом марш, отряд, стой! Раз, два! Так точно. Хорошее место. Так точно. Вперед. Копчите к землю! Так точно. Выступаем! Вперед! Вперед! Со мной! Бой! Клинки к бою! Клинки к бою! Сомнем их! Занимаем позицию! Бой! Живее! Сомнем их! Живее! Бой! Вперед! Вперед! Копчите к землю! Оживеливайтесь! Атаку! Клинки к бою! Мы сдаемся! Отпусть! Убедите нас! Парус! Парус! О! Убедите нас! Но мы и закончим с этой серией. Я ее выложу. Но получается она не будет основной, потому что я очень много совершил. Видите, каких ошибок Шагом ма Что я сделаю? Я начну новую кампанию Но уже за Литву За Литву, где я смогу Пропагандировать Языческую религию И начну за новую кампанию Больше не получу такой большой дебаф За войну с другими государствами Ну что ж, ребята, спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал Оставляйте комментарии С вами был Легко, мы увидимся в следующих сериях Всем удачи, пока-пока